Всем привет, друзья! Загудел гидроусылитель руля, пора менять масло. Автомобиль Renault Duster, 14-й год выпуска. Масло будем заливать вот такое. ZIG PSF3. Почему его? Почему не Dextron? В смысле Dextron, но почему не Elf? Потому что Elf стоит, сейчас вот конец апреля 2022 года, Elf стоит 1600, а этот товарищ 700. То есть этот товарищ почти, ну там поднялся, но незначительно. И, кстати, он подходит по доступам, люди его заливали в эти автомобили, никаких проблем не было. Продемонстрирую вам, что конкретно вы должны услышать из-под капота, чтобы полезть и делать вот эту операцию. Заработал автомобиль, и теперь я обращаю рулет. Шум такой, писк, ну и возраст, пробег машине 8 лет. Это ни разу здесь не делалось. И машина прошла 120 тысяч километров, ну где-то раз в 100 тысяч рекомендуется это масло поменять. Обычная полторушка. Вот наш бачок. Также, друзья, вам понадобится домкрат, а лучше два, потому что она будет поднимать, поддомкрачивать колеса. Понадобится какой-то пассатиж для того, чтобы вот эти вот хомуты поснимать. Еще понадобится шприц, ну у меня вот такой небольшой, желательно побольше. Откачиваем. Так, друзья, дальше нужно достать вот этот вот фильтр, вот так, двумя большими пальцами. И тянем. Указательными получилось двумя. Его откладываем в сторону. Кстати, запах горелый такой. Вот сколько вылилось бачка, обратите внимание на цвет сией жидкости. Черноватая такая. Ну она какая-то жжененькая такая. Запах такой жженый у нее. Предстоит снять воздуховод. Кстати, еще раз напоминаю про вот этот вот хлястик. Не оставляйте его там, потому что падает вниз, потом его так тяжело отсюда достать. Особенно, если нет ямы. Можно, кстати, производить частичную замену масла. Но для этого вы должны знать, какое масло у вас там залито. Ну, в принципе, вот так достаточно. Возможно, уже делали, потому что на заводе бы вряд ли вот такой вот хомут сюда кто-то поставил. А он тут есть. Ну, понятно, она сломанная. И вот на таком хомуте держалась. Вот. Вот так. Ну, хомут это не проблема. Поставим другой. Так, ну, в общем-то... Вот как-то вот так наша задача его немножко просунуть вот сюда и вверх. И вот так вот высовывали. Четы у нас освобождаются эти трубки. Наша задача оба шланга сейчас освободить для того, чтобы помыть бачок. И вот там надо помыть. Я вижу, что он довольно грязный. Но конкретно шланг, который нас будет интересовать, это шланг тонкий. Шланг, который находится справа, получается. И да, бачок можно поломать. Здесь же все прикипело. Нет, друзья, это не снималось с самого завода. Потому что вообще не идет. О, большой пошел. Ну, давайте большой есть. И есть. Ну, понятно, что его надо бы промыть. Ну, можно купить там литр бензина на доправку, пожалуйста. Для таких нужд. Солярой вы такое не вымоете. Надо что-то такое, что быстро испаряется. Хорошо моет. Это или бензин, или керосин. В общем-то. Это вариант, как поэкономнее себя вести. Итак, друзья. Под домкратили машину с двух сторон. Кстати, вот этот домкрат я вот сегодня утром чинил. Он раньше опускался. Видеоролик можете посмотреть на канале по ремонту этого домкрата. Больше он не опускается. Берем эту же емкость. Ну, или там другую, в принципе. Ну, вот примерно вот так вот запихнуть. Вот этот шланг поднять. Ну, шланг, естественно, никуда не достает. Поэтому пришлось еще глубже бутылку опустить. А вот этот шланг одеваем обратно. И его уже можно и прям одеть совсем. Вот так. Теперь наша задача налить полную чашу. И идти крутить рулем. Пахнет вишней, друзья. Считаю обязательно установку в леечке. И наливаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, друзья. Ай-яй-яй. Вот пальцем держу второй. Второй выход. И думаю, чем бы его закрыть. Ладно, дотянулся до какой-то кормушечки. В общем, друзья, вот сейчас вы увидели то, как делать нельзя. Зато мы можем наблюдать вот этот божественный цвет. Он исключительно красный. Оу-май! Ну, вроде как держит. Так. Наша задача сейчас крутить рулем. Влево-вправо. И отсюда. То есть до упора. Влево-право до упора. Друзья, здесь почти пусто. То есть оборот туда и сюда. В одну сторону, потом в другую. Почти опустошил. Ну, и повторяем. Еще разочек. Прям видно, как она уходит. Вот смотрите. Сначала влево до упора. Вот так. Потом вправо до упора. Потом обратно в центр. И вот за такое действие. И обратно на середину. За такое действие, друзья, уходит примерно пол бачка. Вот пол бачка нету. А был целый. Ну, и в принципе, я вижу, что там уже прокапывает хорошее масло. Визуально проверить. Вот на вот этот пакетик. Да. Пошло чистое масло, друзья. Вот оно красненькое. Красивенькое. Значит, и вот в этот момент мы одеваем шланг назад. Ну, и делаем это так, чтобы не облиться. Вот так. Ну, совсем не облиться, наверное, не выйдет. Вот так. Всё. Тряпку достали оттуда. Так, теперь главное же не забыть вот это вот действие сделать. И есть. Ну, вот, друзья, что в бутылке ещё получилось. Вот у нас какого цвета был первый слив из бачка. Вот чуть-чуть светлее оно немножко разбавилось. Слив второй. Ну, и, собственно, цвет самого масла вы видели. На вентилятор попало. Ну, это издержки. Они без них никак. Они просто не избежать. Кстати, друзья, вот очень рекомендую такие стяжки приобретить. Приобретите себе в ремонте машины. В Ашане, по-моему, я брал что-то сто пятьдесят что-то рублей. В ремонте машины вещь абсолютно незаменимая. Ну, в общем-то, вот и всё. Эпопея закончилась. Процедура занимает полчаса. Ну, по незнанию может быть один час. Процедура несложная. Единственное, если будете обливаться, как я, ну, готовьте салфетки, как говорится. Кому этот видеоролик оказался полезен, подписывайтесь, пишите комментарии. Итак, после того, как вы проделали всю эту процедуру, все эти манипуляции, необходимо завести автомобиль. Я это уже сделал. Ещё раз покрутить рулём туда-сюда, долить до уровня. И после этого вы покатаетесь километров 10-15-20 и загляните ещё раз в бачок и посмотрите уровень. Возможно, он там где-то тоже у вас упадёт немного. Ну, так не должно быть, но всякое бывает. Ну, а теперь уже точно пока. Комментируйте. Всем спасибо. Спасибо.